Доброго вечера, мы из Украины, меня зовут Рауль, вы дивитесь проект Украина в огни. Тема сегодняшнего выпуска – ядерный шантаж Путина. По сути, вместе с мобилизацией – это последняя вундервафа России. Не знаю, что ощущаете вы, но мне кажется, что мы подходим к кульминации путинского вторжения в Украину. Перед нами последний акт хорошо известной пьесы о том, как очередной диктатор приходит к краху, а свой народ и страну приводит к полной катастрофе. Вы все знаете о фейковых референдумах и тотальной, а не частичной мобилизации в России. Зрители становятся участниками событий, и Россия, как верно заметил Иван Яковина, разделилась на три неравные части. Часть первая – турбопатриоты, которые думают, что идут в туристический поход, где нет надоедливых жен, ипотеки, соплевых детей, а есть карифаны, море водки, и на горизонте уже маячат стиральные машины и холодильники хором, исполняющие такие хиты, как «Ботяня в амбат» и «Россия в перде». В перерывах между алкопати, зомби-мобилизанты избивают друг друга. Вторая категория – это россияне с развитым рептильным мозгом и особым чувством конца. Прямо сейчас они выстроились в 35-километровую очередь в Грузию, ровно на той же дороге, по которой родина вторгалась в ту же Грузию в 2008 году. Тогда на танках, сегодня на иномарках. Никому не стыдно, это не мы, нас тогда даже не было, спасите нас от диктатора Путина. Мы слепоглухонемые сироты. У многих на задних стеклах автомобилей поприлипала пыль и грязь в форме буквы «З», потому что наклейку убрали, а клей на стекле остался. Как в анекдоте про русского разведчика, за которым волочится парашют. Третья категория – это обыватель-приспособленец, который планирует откупиться или уклоняться до последнего. Плюс – обслуга режима. Чиновники, мусора, прокурорские и системообразующие медиа. Соловьев, Прилепин, Красовский, Дугин и прочая шваль. Все три категории объединяют общие равнодушия к убийству украинцев. Россияне не против войны, а против своего участия в ней. По телевизору все было ок, когда ты сам попадаешь в реалити-шоу. Тут все становится не так интересно. В ближайшие дни все захваченные территории Путин объявит Россией, на которую распространяется ядерная доктрина страны. Другими словами, если мы продолжим освобождение наших территорий, войска РФ нанесут удар по Украине тактическим ядерным оружием. Такова завуалированная угроза, которая прозвучала как из уст Лаврова, так и от самого Путина. По мнению Верховного представителя Евросоюза по внешней политике Жозеппо Борреля, эти угрозы не стоит недооценивать. Хорошая новость заключается в том, что разведка наших союзников и эксперты, близкие к разведывательному сообществу, считают, что Путин блефует и разыгрывает ядерную карту из-за тупика, в который попал в Украине. На оккупированных территориях все это время происходит форменный театр абсурда. Участие в историческом референдуме принял и сам светлейший князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический, государственный деятель, создатель Черноморского военного флота и его первый главноначальствующий генерал-фельдмаршал. Именно он основал Екатерина Слав, Херсон, Севастополь, Николаев. А в 1784 году, будучи генерал-губернатором Новороссии, славный город Мелитополь. Мы с матушкой государиной Екатериной эти города основали и вместе с Россией им быть должно. Мы вместе Россия! Мне нравится эта аналогия. Мы с тем же успехом можем отправить в Москву князя Юрия Долгорукова, который сообщит местным эндемикам, что Киев основал Москву и теперь город плывет в родную гавань. Разница между нами и ними? Мы хотим, чтобы Юрий приехал в столицу России с канистрой бензина и спичками, возвращать нам ничего не надо, у нас все есть. Что мы понимаем на данный момент? Наши союзники будут знать о нанесении ядерного удара через минуту после того, как Путин примет решение это сделать. Мониторинг ядерных сил России происходит в режиме 24 на 7. Вторжение в Украину из локального конфликта превращается в глобальное противостояние. Теперь это даже не история про войну России против НАТО, а история про то, как безрассудный диктатор России разрушил всю архитектуру безопасности на планете Земля. Потому что впервые в истории ядерная держава не просто угрожает ядерной войной. Такие завуалированные угрозы от Советского Союза поступали неоднократно. Впервые ядерная держава угрожает неядерной. Это все равно, что СССР угрожал бы Афганистану, а США – Вьетнаму. По сути, ядерный клуб и политика нераспространения ядерного оружия повисла на волоске, возле которого стоит Путин с бензопилой. На самом деле уже не важно, применит Путин тактическое ядерное оружие, тяо в Украине или нет. Для стран с потенциальной возможностью создания ядерного оружия больше не существует аргументов, почему нет. Нет альтернативы. Иран, Израиль, Вьетнам и десятки других стран могут изготовить ядерное оружие в течение двух-трех лет. По Израилю существует обоснованное подозрение, что у него нет, но если придется, то он применит. В этой ситуации Индия, Пакистан и Китай точно не на стороне России, потому что в борьбе за провинцию Кашмир между Индией и Пакистаном, потому что Тайвань и Китай. До этого момента главная задача ядерного клуба заключалась в политике сдерживания друг друга при помощи ядерной угрозы. Сразу после того, как кто-то это ядерное оружие использует первый раз, ящик Пандоры будет открыт и планета неминуемо сгорит в атомном огне. Практически все аналитики единодушны в том, что мобилизация даже миллиона человек, кроме продления агонии старика Кабаева, не принесет ничего. ЗСУ вышло на оптимальное количество уничтожения живой силы противника. 500 человек в день. Мы добиваем остатки кадровой армии России и диких мобиков из Домбабве и Луганды. Дальше закаленные легионы ЗСУ столкнутся с дивизиями Портвейн и Стекломой, которые вооружены ржавыми автоматами. Для тех, кто не видел, пожалуйста. А вот суперсовременная техника от картонного маршала Шойгу. Никаких армат, никаких огнеметов, санцепек, никакого ПВО С-300 и С-400. А знаете почему? Все это ЗСУ уже перемололо в пыль. Уверен, что через месяц русиша Зольдатен завалит тикток роликами о том, как они проигрывают в карты своего командира. Это неизбежно, потому что так уже было. Кстати, от ржавых калашматов пришла в ужас даже Мэтт Сквирилл Маргарита Симонян. Мандарина похвалила алканавтов за бдительность, за то, что не побоялись снять ролик. А ее коллега позже написал, что ржавые калашматы поменяли на нержавые. Но, похоже, в Дагестане, где мобилизация уже идет по третьему кругу, успели посмотреть это видео и приняли решение больше никуда не идти. Сегодня там стихийные митинги, мусора стреляют из калашмата в воздух, пока в воздух, и пока им не стреляют в ответ. Но это Кавказ, и он вспыхнет мгновенно и, как всегда, неожиданно. Таким образом, путинский режим создает сам себе идеальный шторм. Есть деньги, но на них нельзя купить современное оружие. Специалисты бегут с тонущего корабля. Санкции больно бьют по бюджету. И даже в краткосрочной перспективе понятно, что экономику ждет коллапс. Уже в ближайшей перспективе будут найдены механизмы, как вынести РФ и Совбеза ООН. Как я уже говорил выше, Путин настроил против себя как ядерные, так и неядерные державы. Цивилизованный мир сделает все для того, чтобы вернуться к цивилизованным правилам. Траглодиты будут изолированы. Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, когда постоянный член Совбеза ООН начинает неспровоцированную, ничем не оправданную войну, в войну, осужденную Генеральной Ассамблеей ООН, приостановка его членства в Совбезе ООН, должна быть автоматической. Уважаемый Шарль Мишель, мы об этом говорим с 2014 года, а Грузия с 2008. Тогда все можно было сделать медленно, спокойно и красиво. Сейчас либо вы выгоняете Путина из Совбеза, либо Путин окончательно разваливает ООН. Выбирать вам. Нам все равно. Мы уже живем в условиях апокалипсиса. Еще одна интересная тема, которую я хотел бы с вами обсудить, это массовый исход населения из РФ. Как я понял, здесь мнения у нас разделились. Часть украинцев считает, что россияне должны быть наказаны мобилизацией, репрессиями и обнищаянием. Вторая половина считает, что массовый отъезд самых ушлых и продвинутых лишит России остатков интеллектуального потенциала. И там останутся одни чиновники, обслуга и стекломой патриоты. Пока я думал, к какому лагерю примкнуть, потому что и там, и там есть свои плюсы, пресса России сообщила, что после объявления результатов референдума с высокой долей вероятности границы для военнообязанных будут закрыты на замок. Пока пресса предупреждает, по данных тех же российских юристов, ФСБ уже разворачивает военнообязанных на границах. Дальше в некоторых областях России может быть объявлено военное положение. Что будет на самом деле? Мобилизация уже превратилась в традиционный российский бардак, где кому-то дают ржавый калашмат, кому-то железную каску 45-го года, а кому-то гнилой сидр. Призывают всех, кого могут призвать, потому что военкомам нужно выполнить план. В связи с тем, что Кадыров уже выполнил план по Чечне, а Аксенов по Крыму, в бой пойдут одни дураки и любители русского мира в Херсонской и Запорожской областях. Донбабве и Луганда теперь официально страны невест, потому что на 10 девчонок по статистике нету ребят 0,0. Остался один коллаборант Ходоковский и его ватные ходоки, но с такими женихами и целебат в радость. Про дураков я не шучу. В деревне Тюменево Кемеровской области России призвали в армию всех мужчин. Ровно 59 штук. Мне их почему-то не жаль. Я уверен, что они десятилетиями голосовали за Путина и за Единую Россию или за них голосовали другие люди, потому что вот эти 59 человек вне политики, им все равно, кто и зачем украл их голос. Теперь-то они вместе с бабами будут верещать уже в полный голос. Но кого на бойне может напугать предсмертный рев скота? Глядя, как бурления из социальных сетей выплескиваются на улицы, как в Дагестане перекрывают федеральные трассы и как Лаптистада пытается вырваться из путинского зоопарка, я понимаю, почему старик Кабаев так боялся мобилизации. Не знаю, кто его убедил, что это поможет, но уже к Новому году украинский Дедушка Мороз начнет под елочку присылать в Россию запчасти от Ванюшек и Егорок по всем селям и весям России. И мы увидим, как на смену растерянности и надежде придет глухая ненависть и тотальный саботаж мобилизации и войны. А пока ЗСУ продолжает демилитаризацию войск России в Херсонской области, а сегодня даже не забыла про деноцификацию. Помните бывшего депутата регионала Александра Журавка? Инвалид детства, любил фотографироваться с харатьянами российской эстрады и рассказывать о победе русского мира в Херсоне. Привет, дорогие друзья! Настроение чудесное. Референдум идет полным ходом. Люди голосуют. Я нахожусь в Херсоне, хотя многие рассказывают, что я уже уехал и давно здесь не живу. Ребят, хочу вас обрадовать. Буду я жить в Херсоне, восстанавливать его потихоньку. Все, что от меня зависит, буду делать. Вот что я вам хочу сказать. В том месяце Александр стал символом победоносной войны России и прообразом российского солдата-ветерана на самодельной каталке из старого дивана и колесиков от тачки из супермаркета. В этом месяце, прямо сегодня к нему в гости, прилетела ракета Хаймарс и вырезала предателя вместе с пропагандистами Russia Today из действительности. На костях сослуживцев и обрубках журавка тут же станцевала мандарина Садамян, которая рассказала российским лопухам, что Украина согласовывает все удары Хаймарсами с НАТО. И вот выходит, что по приказу НАТО убит мирный коллаборант и предатель своей родины, а также пропагандисты, которые мирно жили в оккупированном Херсоне. Мандарина. Любой человек, который сотрудничает с оккупантами или работает на войну, является легальной целью для ЗСУ. Учите мать часть. Сотрудники Russia Today не являются журналистами. Это пропагандисты, которые разжигают ненависть россиян к украинцам. После войны те, кто из них выживет вместе с вами, получат длинные тюремные сроки. Там у вас будет полно времени для того, чтобы разобраться в юридических тонкостях украинского и российского законодательства. Кстати, о законодательстве. Теперь за отказ убивать украинцев военнообязанный россиянин может получить 10 лет тюрьмы. Вы там, ребята, смеялись, ссоруело и рассказывали, что живете в демократической и свободной стране. Ну, вот такая у вас демократия. Хотя надо признать, что даже сейчас в России достаточное количество упоротых пионеров, которые считают, что аннексия чужих территорий и убийство мирных жителей – это акт патриотизма. Люди говорят, что за что мне идти воевать? Когда им отвечаешь за родину, они спрашивают, а где родина? Вот это самое обидное, когда ты видишь в глазах ребят, как непонятно что. Ты не видишь патриотизма, тебе некомфортно с ними находиться рядом, потому что ты, когда им говоришь обычные вещи, что мы пойдем воевать за маму, за папу, они говорят, а они вот тут им хорошо. Люди не понимают, к чему это может дальше прийти. Они слишком разбаловались, я не знаю, как это сказать. И уже потерялся вот этот дух патриотизма. Но я рад, что в моем окружении есть люди, которые ушли туда. Как бы я за них горд, они не прятались, они сказали, надо, пойду. Очень много людей, которые сейчас со мной в общении, которые говорят, повестка придет, я пойду, не вопрос, пойдем вместе. Вот мне очень интересно, что запоет этот симпатяшка, когда попадет в дивизию Портвейн и поймет, что такое настоящая война. А теперь итоги подведем. Мечты Путина о прямом противостоянии с НАТО начинают сбываться. Я, как и все, не люблю делать прогнозы, но у меня есть стойкое ощущение, что в ближайшее время Россия вылетит из совбеза ООН, а НАТО примет решение, что удар ядерным оружием по территории Украины автоматически активирует пятую поправку устава и коллективной самообороны. Также я не сомневаюсь, что Украина может самостоятельно ответить на удар Тяо, например, по ядерным объектам на территории России. Мы об этом не говорим, но мы это сделаем. После угроз Кабаева от него в ближайшие недели отвернутся все союзники, а полезные идиоты в Европе, кроме Орбана, разумеется, ну, потому что он максимально упорот, все, все просто растворятся. Теперь против Путина ополчится весь мир. Приятно, кстати, осознавать, как карма наказывает Иран, который продал Лаптестаду дроны Камикадзе. Там уже в ход пошли коктейли Молотова, и ими забрасывают не просто какие-то гражданские объекты, а местный СОБР. Россиянам на заметку, вот так нужно сопротивляться деспотии, а не тысячи человек снимают на телефоны, как хрупкую девушку волочат в автозак. Вы же русские пивные витязи. Стыдно за вас. Мобилизация не поможет Путину, но мы не можем ее игнорировать. Уже очевидно, что практически каждый мужчина в нашей стране в возрасте от 18 до 60 лет примет участие в этой войне. Мой совет. Проходите курсы ТАКМЕДА и позаботьтесь об экипировке. Нас ждет интересная осень и зима. Но весна прийде, а вместе с ней наша победа. На этом все. Вы смотрели проект «Украина в огне». Помните, что Российская Федерация будет уничтожена. Слава Украине!